Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С первого дня своего основания Святая Православная Церковь с особым вниманием и благоговением относится к святым угодникам Божьим. Хранит память о них, складывает в мартирологе имена и подвиги их жизни благочестивой, с особым благоговением почитает мощи святых угодников Божьих, пишет им службы, делает иконописные изображения и каждый день Церковь предлагает нам с вами для назидания в первую очередь и для подражания их подвигу имена святых угодников Божьих. Кто же такие святые? В первую очередь это такие же самые люди, как мы с вами, созданные по образу и подобью Божьему и с такой же плоти и костей, с таким же сердцем, с такими же чувствами и умом. Но отличаются они от нас с вами следующим. Святые – это те, кто увидели замысл Божий о себе и воплотили его в реальной своей жизни. Можно сказать, что святые откликнулись любовью на любовь. Они откликнулись на любовь милосердного Бога к своему творению, любовью, выразив ее в верности. Святые угодники Божьи, церковь также именует их друзьями Божьими. У нас у каждого есть свои небесные покровители, в честь которых мы названы. «При крещении нам дано имя того или иного святого, который друг Божий, но наш с вами сродник по плоти, по крови, по вере, а чаще всего и по Отечеству земному». И они, как скорые ходатай и молитвенники, спрашивают у Бога для соименных себе милости Божьей и спасения бессмертной души. Орел, как бы высоко он ни парил над землей, но он может увидеть самый мелкий предмет, лежащий на земле. Вот так же и святые. Они вознеслись высоко от земных сих немощей человеческих в горнее небесное и видят зорко тех, кто призывает их имя в молитве, тех, кто нуждается в их небесном заступничестве и покровительстве и приносит эту молитву к престолу славы Божьей. Святые прожили тоже земную жизнь и, читая их житие, мы должны ободряться, ведь они, как и мы, проходили различные испытания. Многие из них были, жизнь многих из них была наполнена различных лишений, а мученики без рассуждения, пострадав до крови, отдавали свою жизнь за Бога. И для нас, маловерных, это великое должно быть подкрепление, ведь так же и мы можем с вами исправить свою жизнь, направить ее ко благу, идти, хотя и по тому тесному, скорбному пути, но пути спасения. Сегодня Святая Церковь нашему с вами вниманию предлагает память дивного угодника Божия и чудотворца, затворника, преподобного Иоанна. Он своей молитвою, чистотой осветил это место. И сегодня, пребывая здесь, на месте своего подвига, мощами, которые свидетельствуют о том, что Он невидимо и Духом здесь пребывает, благословляет нас с вами и подвигом своих трудов земных. Кого-то укоряет, а кого-то ободряет, но в любом случае указывает нам путь, ведущий в Царство Небесное. И что сила Божия, она всегда совершается в немощи человеческой. Апостол призывает нас с вами быть храмами Бога Живаго. Бог не может жить там, где скверно и нечистота. Бог там, где чисто, Бог там, где благодатно. И святость это не некая декларация своей чистоты, как нам кажется, жизненной, а это сияние нашего сердца благодатью Святого Духа, которой всякая тварь оживляется. Сегодня, приходя к мощам преподобного Иоанна, мы как никогда должны просить у него помощи, открыть ему сердце, пустить его в свою жизнь. И он, как скорый молитвенник, принесет свои молитвы к престолу славы Божьей и помолится о нас с вами. Сегодня мы, как никогда, проходя очередные испытания жизненные, нуждаемся в промысле Божьем в нашей жизни, чтобы мы увидели этот промысел Божий, в помощи Божьей, которая поможет нам с вами преодолеть. И как православные христиане, мы всегда должны осознавать, что любое испытание, любая немощь, которая посылается нам с вами в жизни, это милость Божия. Господь чадолюбивый Отец ищет нашего с вами спасения больше, чем мы зачастую, расслабленные по этой жизни. Призывая святых угодников Божьих, нужно всегда помнить о том, что мы можем идти по тому же пути, который шли они. Но не всегда, к сожалению, желаем мы этого, не всегда этого ищем, но замысел Божий, она с вами именно такой. И мы, как святые угодники Божьи, прославленные Церковью, должны найти этот замысел Божий в своей жизни и воплотить его так же, как они, в реальность. С праздником, дорогие братья и сестры! Пусть молитвы преподобного и богоносного Отца нашего Иоанна ободряют нас с вами и помогают нам в нашем жизненном пути. С праздником! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!